Всем привет! Это продолжение прохождения игры Hitman Codename 47. На сегодняшний раз мы должны остановить главу триады Красный Дракон Лихонга. Но помимо этого нам нужно выполнить второстепенное задание. То есть, нужно освободить из плена агента ЦРУ, который пытался найти нефритую статуэтку. И эту же статуэтку нам придется найти самостоятельно. Ну, по крайней мере, нужно знать, где находится сейф. Окей. Бутылочку можно? Ну, дай мне вот эту бутылочку. Так, лучше... Ну, ладно. Да, места этого ты по ригу не устраиваешь. Вообще отлично. Так. Нужно заранее подготовиться. Ой-ой-ой. Так-так-так-так. Да, вот. Здесь уборная. Туалеты тут. Начнем, друг, с тебя. А мне кажется, подозрительно то, что здесь чья-то одежда просто так лежит. Теперь нужно дождаться официанта, который сюда зайдет. Ам... Давайте-ка для начала... О, гуманья хоть как-то спрячем. Это не очень хорошо получается. О, пойдет. Унитаз ногами. Замечательно. Так. Нужно дождаться прихода официанта. Отлично. Идет. Идет, идет. Идет. Его мы просто тянем. Ё-моё. Пока мы так будем тележиться, еще кто-нибудь зайдет и просто нас палит. Ладно. И так сойдет. Но туда, по крайней мере, никто не заходит, и поэтому бояться действительно незачем. В всякий случай мы даже посмотрим, куда он пойдет. Пожалуйста, он зашел именно в эту дверь. Но, по крайней мере, если что-то пойдет не так, нам... Об этом станет известно, и мы сразу же должны будем переодеться. Теперь идем... Сюда. Добро пожаловать, достопочтенный гость. Здесь доступны любые удовольствия. Ну да. Я в костюме охраны, и еще теперь и гость. Отлично. Такое ощущение, как будто меня разоблачили. Добро пожаловать, достопочтенный гость. Здесь доступны любые удовольствия. Они говорят одни и те же слова одним и тем же голосом. Это нормально? Так. Ну, в принципе, я... Да, как видели, я переоделся в туалете. Но можно еще это сделать на данном лестничной площадке. Достаточно ликвидировать вот этого телохранителя. Сбросить тело вот сюда. Ну и, естественно, переодеться. Но я это сделал раньше, поэтому мы не будем его трогать. Добро пожаловать в обитель порока. Наша работа доставлять вам удовольствие. Это наша лучшая девушка Мэй Линь. Она исполнит любую вашу прихоть. Вы платите наличными или кредиткой. Все будет записано на мой счет в баре. Мэй проведет вас в комнату. Только, пожалуйста, не пачкайте пол. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, не очень удачные шуточки, конечно. Ну, ладно. Да, вы, кстати, прикиньте, вроде бы первый хитман, а тут вот как трава шевелится. Все равно обалденно. Ну что ж. Прошло время развлекать? Ну, есть у вас что-нибудь новое и интересное? Я слишком давно здесь работаю. Новости ко мне не доходят. Вам здесь не нравится? Это Гонконг. Здесь нет дела до моих предпочтений. Что ж, понятно. Кто вы такая? Я не та, за кого вы можете меня принять. Как зеркало не всегда отражает то, что вы видите. Я чужая в этом месте. А вы, мистер? Я здесь по делу. Ищу мистера Лихонга. Вообще-то мне нужен его сейф. Ясно. Помогите мне выбраться отсюда, и я, может быть, скажу вам что-нибудь полезное. Хорошо. Договорились. Идите за мной. Я знаю дорогу через крышу и код сейфа Лихонга. Я нашла его в его же брюках. Ну ладно, пошли. Сейчас мы со всеми справимся. Но главное, чтобы ты знал, где находится сейф. Так, поднимаемся наверх. Эй, поднимаемся. Во, а что орать-то? Так, потихоньку, помаленьку. Вроде бы не засек. Отлично. Быстрее. В подвале находится один из агентов ЦРУ. Он может что-то знать. Вот, я могу дать вам код сейфа, если это поможет. Я нашла его в брюках мистера Лихонга. Удачи, красавчик. Ну давай. Серьезно? Фу. Эх. Какая мерзость. Ты не видел этого? Никто не должен знать об этом, понял? Так, ладно. Идем дальше. Во, какие все серьезные. И такие вы все одинаковые, ребята. Так. Нам, по идее, вот нельзя в эту комнату, поскольку агент ЦРУ находится здесь. Уходи! Вход воскрещен! Вообще. Гостеприимство так и прет. Откуда только можно. Так, мы должны сейчас подождать. Вот. Того охранника. Да. Интересно, а для чего вот это сделали? Ты знаешь, чтобы было прятаться легче? Давай давай налево, налево, налево. Нет, он решил пойти туда. Придется еще немножко подождать. Дабы все сделать значительно тише. Чтобы действительно никто не услышал. Так, посмотрим. Да, он здесь. Вообще стелс движения нас не видят. Он даже не понял, что я за ним слежу. Да и мы, видимо, вообще насрать. Ладно. Двигаем сюда. Вот так вот быстренько. Опа. Что здесь винтовка делает? Непонятно. Она вообще нужна здесь или нет? Ну, если бы Лихонг действительно торчал из окна каждый раз. Почему бы и нет? Сейчас ждем того момента, когда вот этот персонаж отвернется от нас. поскольку, если он будет видеть то, как мы достаем пушку, он сможет закричать. Ну, так же поднимем всякий пожарный автомат. Ну, мало ли. Всякое в жизни бывает. Так. А вот и ты, приятель. Ты как раз тот, кого я искал. Наконец-то. Я так рад тебя видеть. Я тут чуть не умер. Что с тобой произошло? Я попытался открыть сейф мадам на втором этаже, но у меня нет к нему кода. Я думаю, что одна из девушек со второго этажа должна его знать. Я могу помочь тебе. Да, кстати, как раз-таки на этом моменте этот агент ЦРУ говорит про то, где находится нефритовая статуэтка. То есть, у нас вообще имеется два местоположения. Два сейфа есть до ней. Один находится на первом этаже. Вот. В этой точке. Неподалеку от зоны для важных гостей, для важных персон. Ну и на втором этаже вот как раз-таки это место отобразилось. Почему именно в пустоте непонятно, но да ладно. по крайней мере мы теперь должны подняться на второй этаж. По той лестнице на улице мы не поднимемся, поэтому мы пойдем здесь. Да, даже дверь открыли. Видели, какой персонал? просто еще во время разработки игры просто не думали о таких вещах, как датчик... датчик движения, во. Так. Открываем дверь. Кто-то тут ходит все туда-сюда, но мы по крайней мере должны быть здесь. Этот же чувак нас не будет подпускать к сейфу. Закрытая территория. Уходи. Немедленно. Прям так и закрытая территория? Закрытая территория. Уходи. Немедленно. Нам нужно сделать все аккуратно. Да, и у нас здесь по крайней мере одна попытка. если у нас сейчас не получится открыть этот сейф, то сразу же примчится сюда охрана. Получилось. ну, для того, чтобы не привлекать лишнего внимания, я спрячу... Ой, я спрячу, я пойду по другому пути. Ну, словно, так задумано. хм... хм... на хорошее место. Ой. Это как так? Ну, ладно. Удобнее же. так что... так что... мы теперь идем сюда. Привет, друг. я тебе пришел вернуть твою вещь. рад приветствовать, дорогого гостя. Я ждал вашего прихода. Надеюсь, у вас для меня кое-что есть. Возьмите. А взамен скажите, как подобраться к Лихонгу. А? Как у Лисии Нары бывает несколько ходов, так есть несколько способов пробраться в логово хозяина. Его резиденция защищенное место, которое охраняет его лучший личный телохранитель Цун. Туда можно попасть через тайный ход в подвале. Хм... Интересно. А есть другие варианты? Вы можете выбрать другой способ попасть к Лихонгу. Путь обмана. Эта бутылочка с белым порошком обладает огромной силой. Хозяин станет беззащитным без телохранителя. Тот, кто вам нужен, будет обедать в ресторане. да, якобы сразу отравить Лихонга нам нельзя. да, вот он сразу заходит, прям как удачно. все разбегаются, кто куда. Ладно, мы пока зайдем в эту комнату. вот, даже костюм никто не заметил. на всякий случай убедимся в том, что здесь никого нет. И закроем дверь. Ну что ж, мы должны переодеться в костюм ой-ой-ой. Да, мы должны переодеться в костюм официанта. Привет. Что смотришь так на меня? Может, действительно они что-нибудь закажут? Давайте узнаем. Что за бред? странная фигня какая-то творится. Ладно. А куда ты делся? Только что здесь был, раз и нет. Бежал всю дорогу за мной и пропал. на лихонку у нас свалил. Судя по всему. Так, ладно, придется воспользоваться маленько другим планом. ах ты тварь толстая. Тварь толстая. надо надо просто оторваться от него. Открывайся! открывал с другую сторону. Так. Вот мы снова в ресторане. Давайте-ка мы, пожалуй, пойдем в подвал. пока он нас тут будет искать. Ну, если, конечно, он уже не зашел снова в биржи или хонга. Мы просто пройдем через пытанный вход в подвале. Да, если не ошибаюсь, тут ПТНФ. Вход находится здесь. Вызываем лифт. Ты ведешь меня нет, это не тот. Ребята, это не тот лифт. Твою мать. Ох ты. Ребята, сколько тебя можно? Так. Вдруг, я, конечно, все понимаю, но нам длиться на то, что нас никто не спалил. вообще пофигу всем. Маленько не получилось скрытно поиграть, но зато теперь нас этот же трест никому не сдаст. на всякий случай надо посмотреть, как можно добраться до подвала. на втором этаже мы, естественно, поднимемся только на второй этаж. Ага. вот фиг там был, знаете ли. Нам каким-то образом придется аккуратно проходить через подвал. Это точно. так, давайте на всякий случай мы посмотрим, получится ли нас сюда зайти или нет. В случае чё же нам просто возьмут и скажут это иди отсюда обезьяна. так. А тут прям дофига охранников слушать. так, а вот лифт. Который привел бы нас сюда. туда. Да, в принципе, если нас сейчас просто не пропустят, то придется применять крайние меры. в чём дело. Серьёзно? Обалдеть. Всем пофигу, в чём дело. всем вообще реально начихать. Стоят как вкопаны и... Я не знаю, что здесь происходит. Но что-то здесь явно не так. в принципе, если мы там одержим позицию, то это будет замечательно. капец. капец. Ладно. потихонечку, помаленечку придётся нам серьёзно. Чё, серьёзно, уже сразу? упс... 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 офигеть откуда вас только ты кого-то ничего не поняла ну ладно мы просто поднимаем берету 92 ты накрасился может будем аккуратненько как-нибудь да не слушайте реально как-то не по себе а на всякие пожарные мы возьмем эту одежду на 2 узи брать это гениально не получилось нас сыграть скрытно конечно но что поделать пока что вылавливаем всех здесь ну что все что ли так пока зададим заднюю фак приветствую всем исправляться шумно так вот этот узи у нас пустой ну-ка а вот у калашников и сколько патронов ладно возьмем вот это нет прошу прощения я бы тихо убил но просто не знаю что со мной случилось я не мог справиться с заданием очень долго уже несколько раз проходил обойдешься обойдешься фак да не очень хорошая ситуация получается так у кого что есть а она пожалуй возьму вот эту одежду я председатель вот эту беретту с глушителем выкидывать и возьмем вот этот автомат калашникова меня вот этот парень реально напугал ладно не суть у нас одна попытка осталась и поэтому мы должны потратить ее с умом она нас просто не должна уйти впустую аккуратно аккуратно роняй беги а то если нам снова сейчас достанется то это все так а ты что у нас ниже не спускаешься фух на всякий случай оставить какую-нибудь пушку в которой хоть есть сколько-то патронов так ух жесть ну что ж теперь пришло время отсюда выбраться да под шумок все сделали но все же хоть как то на всякий случай осмотрюсь так ну вроде бы чисто фух фух льда на всякий случай и и и и и и Да, можно было сделать все тише, но пришлось применить альтернативный способ решения данной задачи. Да, пусть действительно шумно, но с задачей мы справились. Все, выполнили. Да. За расход деньги отняли и за бесполезные убийства. Поскольку мы убили одного официанта, оказалось, это нам не нужно было делать. В общем, ладно, на этом миссия заканчивается. Честно, просто я не знаю, сколько раз я пытался ее пройти, и поэтому я просто пошел на пролом. Прямо последний шанс оставался такой, и я им удачно воспользовался. Ладно, всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, оценивайте видео и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!